Продолжение следует... Потому что у нас есть возможность задать вопросы, которых очень много возникает, и о которых почему-то не задумываешься, когда понимаешь, вот он наступает месяц Рамадан, вот прошел месяц Раджаб, прошел месяц Шабан, и вот как будто первый раз ты начинаешь соблюдать пост, и возникает очень много вопросов. Ахамду лилля, что есть такая возможность, и что мы постараемся ответить на ваши вопросы, вы подумаете о том, какие вопросы у вас есть, не только связанные с месяцем Рамадан, вообще. Мы постараемся, если сможем на них ответить, нам сказали, что есть внизу листы бумаги, есть ручки, вы можете записать, если у вас в ходе повествования возникнут вопросы. Посланник Аллаха, алейсаляту вассаляма, говорил, Это месяц благотворительности, когда помощь верующему возрастает еще более. Тому, кто накормит постящегося, когда тот вечером открывает свой пост, простятся грехи его, будет даровано ему спасение от адского огня, и будет ему награда, равная той, что полагается соблюдающему пост, и ничто ее не уменьшит. Вот такая возможность есть у нас, дорогие сестры, так как мы являемся теми, кто готовит пищу для своих семей. Мы можем пригласить на ифтар на разговение соседей, мы можем договориться с гостями, мы можем организовывать какие-то мероприятия такие, чтобы несколько сестер собирались. То есть, каждая из них принесет что-то из еды. И, то есть, чтобы весь день ваш не прошел на кухне, чтобы вы успели, понятное дело, что месяц Рамадан не только на кухне хочется провести, хочется побольше совершить ребады. Тем более, месяц Рамадан – это месяц Курана. Мы знаем о том, что в этот месяц желательно прочитать Куран. Поэтому собирайтесь, облегчайте себе. Есть такие советы, чтобы, если есть возможность, вы какую-то свою пищу, которую готовите, к примеру, мясо, чтобы вы заранее ее замариновали. Или нарезанными оставили лук или зелень. Вот так подготовили. То есть, спрашивайте у своих сестер, которые в хозяйстве хорошо овладеют секретами, чтобы облегчить себе этот месяц. Чтобы собирать семью, устраивать какие-то конкурсы с детьми. И так как возникает много вопросов о месяц Рамадан, что нарушает пост, как правильно делать намерение. Иншаллах об этих основных фарзах поста нам расскажет наша сестра Ильмурзаева Хадижа, работник женского отдела просвещения. Ауазу биллаймин и шейтану рожим, бисмиллай рахман и рахим. Ассалату ассаламу алейкум, дорогие сестры. Прежде всего, я хотела бы, конечно же, поздравить вас с этим священным месяцем, в котором мы сейчас находимся. С месяцем, в котором милость Всевышнего Аллаха как никогда к нам велика, к своим рабам, к своим избранным творениям. Тот месяц, который в переводе, вот Рамазан означает, в своем переводе означает раскаленные камни, говорят. Когда, говорит, арабы хотели дать название своим месяцам, которые они название придумали, как раз, говорит, месяц Рамазан пришелся на дни, когда была сильная жара. Еще говорится, что так он называется, потому что, говорит, месяц Рамазан сжигает грехи, поэтому в переводе означает раскаленные камни. В этот месяц, как мы все знаем, что милость Всевышнего Аллаха настолько велика к нам, что говорится, что даже рыбы в воде, что ангелы на небесах просят прощения грехов всех постящихся. И, конечно же, все, не перечислить все эти блага и все дары, которые Всевышний Аллах посылает в этот месяц своим рабам. Но, как в хадисе сказано послание к Аллаху, что если бы, говорит, вы знали все достоинства месяца Рамазан, то вы бы пожелали, чтобы этот месяц длился вечно, чтобы каждый месяц в году был месяцем Рамазан, конечно же. Еще вот такой момент есть очень важный. Каждый человек, наверное, в своей жизни, естественно, каждое намерение, каждый ябадат, который делает, делает для чего? Намерение должно быть одно, это довольство Всевышнего Аллаха. И вот месяц Рамазан, он является неким индикатором того, доволен нами Всевышний Аллах или нет. И каждый человек это может узнать, каким образом. Имам Аль-Газали в своей одной из книг, Рахимуллах, пишет, что если, говорит, Всевышний Аллах любит своего раба, то он наставляет этого раба на совершение благих деяний и поступков, говорит, в священные дни и месяцы. А если же, говорит, чтобы увеличить вознаграждение этому рабу, а если же, говорит, Всевышний Аллах не любит своего раба, то он наставляет его, побуждает его к тому, чтобы он совершал греховные дела, естественно, в такие же священные дни и месяцы. Ну что, какой месяц священнее, чем месяц Рамазан даже, вот посмотрите. И надо вот каждому просто последить за собой и посмотреть, чем человек занимается. Такие дни, допустим, на неделе какие священные дни есть? Понедельник, четверг, правильно? Пятничный день и так далее. Вот месяц Рамазан тоже, каждый за собой посмотрите. Кто чем занимается? Занимаемся мы ибадатом или занимаемся мы гибатом, наоборот. Да, вот чем мы занимаемся, вот это вот и есть индикатор того, доволен нами Всевышний Аллах или нет. Вкратце хочу рассказать вам о том, что же является фарзами нашего поста. Пост, конечно, ни для кого не секрет, что он является одним из толпов нашей религии, ислама, и, естественно, возлагается на каждого совершеннолетнего, умственно полноценного, психически здорового человека, здорового, который в состоянии держать. Этот пост. И фарзов у него, у этого поста два, несложно даже. Первое, конечно же, это намерение. И второе, это воздержание от всего того, что нарушает пост. Намерение, вот что касается намерения, как же его правильно делать? Фарзом является сделать намерение сердцем, то есть подумать даже об этом. А словесно выражать это намерение является желательным, суннадом. Если же человек произносит слова намерения и не держит этого намерения в сердце, то его намерение считается недействительным. Правильно говорить, вот есть разногласия алимов насчет того, нужно ли в форме намерения утверждать, что, допустим, ты держишь фарз, пост или нет, тоже есть разногласия. Но говорится, что намерение будет действительным, если сказать просто, я намереваюсь соблюдать пост месяца Рамазан, завтрашний пост этого года ради Всевышнего Аллаха. Этого достаточно. Но если скажете фарз, это тоже не помешает. Намерение необходимо делать каждую ночь перед рассветом, перед каждой урозой, каждый день. Если намерение сделать забыли и прозвучал утренний азан, то, естественно, ваше намерение будет недействительным и ваша уроза этого дня, она не будет засчитываться. Но человек должен себя уберегать от всего того, что нарушает пост из-за уважения к месяцу Рамазан, из-за уважения к этому посту. И, естественно, все, что делает постящийся, он тоже должен соблюдать. И ему нельзя ни есть, ни пить и все остальное. Все условия нужно выполнять, но впоследствии такой пост нужно будет обязательно возместить тоже. Поэтому намерение не забывайте. По нашему, особенно масхабу, имаму Шафии, наш пост, наше намерение необходимо произносить обязательно в начале каждого дня, имеется в виду ночи, в начале каждой ночи. Теперь, что же касается вот тех условий, которые нарушают пост. Первое, это условия, которые нарушают пост, это проникновение в тело человека, в полости тела человека через естественные пути чего-либо. Какие у нас естественные пути? Это, естественно, рот, нос, наши уши и через половые органы, то, что проходит, все это нарушает пост. Много очень вопросов, таких тонких моментов. Если у вас сейчас тоже будут вопросы, я могу все сейчас не затронуть, можете задавать, да, вперед написать. Много вопросов возникает по поводу глотания слюны. Выплевывать слюну, многие думают, что слюну глотать нельзя. Выплевывают, постоянно ходят целый день, отплевывают эту слюну. Это не так, конечно же. Слюна чистая, не смешанная ни с чем, которая не побывала за границами наших губ, то есть за границами ротовой полости, которая не выходила. Если эту слюну человек глотает, то это пост не нарушает. Что касается мокроты, мокрота, которая у нас в горле или носоглотке образуется, если эта мокрота не выходила в ротовую полость, а сразу из носовых путей она прошла в желудок и не было возможности ее выплюнуть, то эта мокрота она пост не нарушает. Но если она вышла в ротовую полость и вы ее проглотили, мокрота пост будет нарушать в таком случае. Бывают у некоторых проблемы с деснами, и если такая слюна, что смешанная с кровью, кровоточит, допустим, десна, слюна смешанная с кровью тоже, она нарушает пост. Но делается здесь афу, облегчение такое, если есть трудности в постоянном, если человек, допустим, не замечает вот эти вот малое количество крови, которые глотаются слюной, если этого невозможно избежать, то там тоже делается как бы немножко облегчение, и это тоже пост не нарушает. Далее. Некоторые бывают, что говорится, что граница вот в ушном проходе, где начинается сужение ушной раковины, вот узкий проход, где начинается сужение, вот это и есть граница. Если дальше, глубже этого, допустим, в ухо что-нибудь засунуть, или, говорится, у кого тонкий мизинец даже, если почесать в ухо, допустим, тоже это будет нарушать пост. Если выковырять спичкой или вот этими ушными палочками уши чистят или чешут, допустим, это тоже пост нарушает. Вот дальше, вот где есть, у нас начинается сужение ушного прохода, это тоже пост будет нарушать, как бы нужно быть осторожными. Что касается капель, капли ушные, капли в нос, они тоже пост нарушают, поэтому этого тоже нужно остерегаться. Далее, ну, про курение женщинам говорить не нужно, конечно, альхамдуллах, наверное, у нас среди нас таких-то нету, и курение, конечно, тоже нарушает пост. Пост, дальше перечисляется клизма, медицинские вот эти процедуры, которые делаются, она тоже нарушает пост. Хотелось бы еще затронуть момент об уколах. Медицинские, допустим, кому-то, если по назначению врача назначили уколы, они вот обычные лечебные антибиотики, будь то или что-то, они пост не нарушают. Нарушают уколы единственно внутривенные, внутримышечные, какие бы ни было, если это идет в качестве питания для организма человека. Это что у нас? Делают обычно, врачи назначают глюкозу с аскорбинкой, допустим, или витамины группы В и так далее. Вот всякого рода витамины или глюкоза, сделанные для питания организма, для поддержания сил организма, такие уколы будут нарушать пост. Поэтому тоже остерегайтесь. Дальше, перед каждым вот расцветом, утренним азаном, желательно, чтобы вы заранее, конечно же, после того, как встали, поесть, чтобы перед урозой, да, прежде чем держать, нужно тщательно ополоснуть рот. Почему? Потому что если после азана, утрешнего кусочка, которые остались во рту, незаметно попадут внутрь, они тоже будут нарушать пост. Поэтому тщательно очищать ротовую полость. Следующее условие, которое нарушает пост, это рвота. Рвота какая? Какая именно преднамеренная. Непреднамеренная, если непроизвольная рвота у человека произошла, это пост не нарушает. Такому человеку достаточно лишь прополоснуть рот, и дальше он постится. Это пост не будет нарушать. Если же человек либо посмотрел на что-то неприятное, либо нюхал что-то, да, находился что-то, что вызывало у него преднамеренно рвоту, то такая рвота, конечно же, или он, допустим, пальцами в рот, да, надавил, и на язык, и таким образом произошла эта рвота, то у раза тоже будет его портиться. Следующее – это половая близость. Половая близость с супругами в дневное время, подчеркиваю, потому что многие алимы, когда говорят об этом, подчеркивают, в дневное время запрещается, а не весь месяц Рамазан, потому что у некоторых почему-то складывается впечатление, что весь месяц Рамазан близость с мужем запрещена. Нет, только с утреннего Азана до вечернего Азана, вот этот момент, эта близость запрещается. Далее – это семяизвержение. Тоже, как бы, если она, опять-таки, произошла, по причине того, что сам человек виноват в этом, как бы, тоже это нарушает пост. Говорится, что полюции – это то, что непроизвольно у человека, когда мужчина отходит ото сна, допустим, когда произошла полюция в ночное время, это пост не нарушает. Следующее – это сумасшествие. Человек, в общем, который потерял рассудок, естественно, его пост тоже нарушается. Следующее – это потеря сознания на целый день. Если человек, начиная с утрешнего Азана и заканчивая, вот пока не наступит время вечернего Азана, человек будет в безназнательном состоянии, его пост, конечно же, не принимается, его пост недействителен. И если же человек потерял сознание на какое-то короткое время, допустим, а потом пришел в себя, то его пост не нарушается этим самым. Следующее – это, естественно, у женщин – это хайз, это менструальный цикл, это нефас, послеродовые выделения. Они тоже нарушают пост. То есть, если у женщины даже за одну минуту, даже до полминуты, если до Азана начался менструальный цикл у женщины, то, естественно, ее пост считается недействителен, и уже этот пост нарушается. У нее она должна впоследствии его возмещать потом. Следующее – это у нас роды и рождение ребенка. Здесь имеется в виду, что если женщина беременная постится, и у нее начались роды, то, естественно, уроза тоже нарушается. И последнее, то, что перечисляется у нас здесь, это вероотступничество. Ну, да убережет нас Всевышнего от этого. Всех, конечно же, человек по неосторожности своей. И в течение дня каждый человек либо подумать может, либо сердцем что-то, да, либо сказать может что-то такое, что выводит человека из религии. Неаккуратно, по неосторожности. Поэтому каждый должен, конечно же, следить за тем, что говорит. И, как бы, чтобы такого не произошло, пост, естественно, нарушается, пока человек шааду не произнесет и в религию не вернется, да, но этот пост в любом случае потом ему придется возместить тоже. Что касается пропущенных женщин и постов, хотела бы особо отметить, потому что женщины, которые по причине менструации, либо по причине послеродовых выделений, которые пропущены посты, женщина обязана их возместить до наступления следующего месяца Рамазан. Если же она, по какой-либо причине, она их не возместила до следующего месяца Рамазан, то она плюс к возмещению, плюс к тому, что она должна возместить этот пост, она еще должна выплачивать за каждый пост по одному Муду. Плюс к тому, что она возмещает каждый пост по одному Муду за один год. То есть, таким образом получается, если женщина, допустим, пропустила посты в месяце Рамазан три года назад и сейчас возмещает их, то она должна возместить этот пост раз и выплатить за 3 года, которые она не возмещала их, по 3 муда за каждый пост тоже получается. Если 1 год, 1 муда, 2 года, 2 муда, и вот так вот из этого исходя высчитывается тоже. Что касается женщин беременных и тех, у которых есть грудные дети, если же она имеет право нарушать свой пост и пропускать эти посты, если она боится за свое здоровье, если она боится за здоровье своего ребенка. И тут 2 момента. Если женщина, боясь за свое здоровье, пропускает пост, то ей достаточно просто потом возместить этот пост. Если женщина нарушает пост и пропускает эти посты, боясь за здоровье своего ребенка, она может пропустить этот пост, но потом, когда она его возмещает, она плюс к этому должна выплачивать штраф тоже. По одному муду за каждый пост тоже должна выплачивать. По таким правилам тоже. В достоверном хадисе посланника Аллаха, саллилла, алей forces, передается, что однажды посланник Аллаха, саллилла, поднимаясь на мимбар, ступив на первую лестницу, сказал аминь. Поднимаясь на вторую ступень, тоже сказал аминь. И поднимаясь на третью, также произнес аминь. И когда асхабы подошли к нему и сказали, о посланник Аллаха, мы сегодня, говорит, от тебя услышали того, чего не слышали от тебя ранее. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, говорит, когда я поднялся на первую ступень мимбара, ко мне явился ангел Джабраиль и сказал, да лишится милости и прощения тот человек, который, услышав твое имя, не произнес салават. То есть, услышав Мухаммад, не произнес саллиллаху алейкум, как минимум. Я сказал, аминь. Когда я, говорит, вступил на вторую ступень мимбара, тогда ангел Джабриль сказал, да лишится милости и прощения тот человек, у которого есть престарелые родители, у которого были родители и дожили с ним до старости, и который не заслужил рая. То есть, не заслужил довольства этих родителей, естественно. И я сказал, аминь. И когда, говорит, я поднялся на третью ступень этого мимбара, ангел Джабриль, алейсалям, сказал, говорит, да лишится милости и прощения тот человек, который не заслужил прощения грехов в месяце Рамазан. И я сказал, аминь. Вот какой же человек может лишиться прощения Всевышнего Аллаха в месяц Рамазан, в тот месяц, когда наиболее, да, высока вероятность быть прощенным. Конечно же, это тот человек, который отворачивается от Всевышнего Аллаха, отворачивается и отказывается от милости Всевышнего Аллаха. Вот каким образом? Ну, естественно, не усердствуя в посту, естественно, не соблюдая адапт к этому посту, естественно, не совершая намаз и так далее, не соблюдая предписаний. Вот такой человек, он отворачивается от милости Всевышнего Аллаха. Дай Аллах, конечно же, чтобы мы были не из этих людей. И напоследок вам скажу, не могу не затронуть момент адаба. Адаба – проявление уважения и почтения к месяцу Рамазан. Вот есть известный случай, наверное, вы тоже слышали, может, когда один язычник говорит, огнепоклонник по имени Маджуси, он жил в мусульманском квартале, и когда вышел на улицу, он увидел, что его сын есть на улице. В то время, как шел месяц Рамазан, и мусульмане постились. И он говорит, позвал его домой, и говорится, что очень строго его наказал. Есть ревояты, в которых передается, что он дал ему пощечину за то, что он проявил неуважение к мусульманам и ел в то время, как мусульмане постились. И спустя некоторое время говорится, что этот Маджуси умер, и один из ученых увидел его во сне, сидящем на троне в раю. И когда он спросил у него, ты же, говорит, был огнепоклонником, язычником, ушрекином, говорит, как ты оказался в раю? И он сказал, что когда, говорит, я был на смертном ложе, Всевышний Аллах внушил мне формулы единобожьей, говорит, и я ушел из этого мира мусульманином. Вот посмотрите, даже элементарное проявление адаба, уважения, вот так вот может возвеличить нашу степень. Вот так вот Всевышний Аллах может проявить к нам милость. Дай Аллаху Тааля нам, конечно же, провести этот месяц так, как велит нам Всевышний Аллах, и так, как учит нас этому пророк Мухаммад, алейсаляту вассалям. Алейсаляту вассалям. Валерсаляту вассалям. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Собирайтесь старайтесь с сестрами, соседками, знакомыми собраться и дома сделать таравих намаз. Одна из подвижностей пророка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Д others Д homeowners Цель моя это познание тебя и довольство твое. Если Всевышний Аллах доволен то нет разницы где нам пребывать, Но так как Всевышний Алла сделал рай местом тех рабов, которым он доволен, наша сестра Бабаева Алейла, работница отдела просвещения, она работает также в институте сельхозакадемии, работает она, в приемной комиссии, и она там очень большую работу проводит. Но любовь к исламу и любовь делать даават, призывать своих сестер и прийти вот так послушать, посмотреть на ваши лица и что-то от вас тоже полезное взять, потому что мы знаем, что не все возможно передать словами. Когда смотришь на лица правильных вот таких прекрасных девушек, что-то для себя новое открываешь, даже если вы ничего не говорите. Пусть этот мажорист будет вот таким, что мы что-то полезное и новое для себя откроем и станем ближе к Аллаху. Вот наша сестра расскажет, каким же образом относиться к своему супругу, чего следует избегать, чтобы достичь довольства Аллаху. Ас-саламу алейкум варахматуллах и талия ва баракату. Дорогие сестры, не могу не заметить, что вы мои землячки, я сама с Хасаюрта, мне очень приятно вернуться сюда, приехать с Азан об обязанностях жены по отношению к мужу. Существует такое мнение, дорогие сестры, что брак это некое подобие рабства. То есть жена это как рабыня мужа, и она должна быть покорной ему во всем, только то, что не является греховным. И до нас дошло сегодня очень много хадисов, которые имеют большое значение, право мужа. Пророк, саллил алейкум, сказал, что всякая женщина, которая умирает, а муж ею доволен, она попадет в рай. И один человек поехал по своим делам и сказал своей жене, чтобы она никуда не выходила, даже не спускалась вниз на второй этаж. И на первом этаже у нее жил отец, и он заболел. И она отправила человека к посланнику Аллаху алейкум, чтобы спросить, можно ли ей спуститься вниз. У нее заболел отец. Пророк, саллил алейкум, ответил, чтобы она слушалась мужа. Через какое-то время ее отец умер. Она опять отправила человека с просьбой посланнику Аллаху алейкум, можно ли ей спуститься вниз, у нее умер отец. Посланник Аллаху алейкум, ответил, пусть она слушается мужа. И через какое-то время ее отец умер. А когда отца похоронили, посланник Аллаху алейкум, отправил к ней человека с вестью о том, что Аллах простил ее отцу все его грехи по причине ее покорности мужу. И сказал он алейкум, если женщина выполняет пять своих молитв, держит пост в месяц Рамазан, оберегает свои половые органы и слушается своего мужа, то она войдет в рай. Присоединив к столпам ислама покорность мужу. И посланник Аллаху алейкум сказал, женщины, вынашивающие, рожающие, вскармливающие, милостивые к своим детям, если бы не то, что они делают своим мужьям, то молящиеся из них попали, вошли бы в рай. И сказал он алейкум, что когда он заглянул в ад и увидел там большинство его обитателей были женщины. Его спросили, почему у посланника Аллаха. Он ответил, много ненависти и проклятий, и неблагодарность мужу. И передал Ибн Аббас разу Аллаху анху. Одна женщина из Хасама пришла к посланнику Аллаха алейкум и сказала, я не замужем, но хочу выйти замуж, так каковы же мои обязанности перед мужем. Он ответил, одной из обязанностей жены является то, что если он вожелает ее против ее воли и станет настойчиво простить ее, то она не должна отказывать ему, даже если будет верхом на верблюде. Также из ее обязанностей является то, что она не должна отдавать другим что-то из его имущества без его разрешения. А если она так сделает, то награду получит муж, а она получит наказание. Еще одна, еще она не должна держать дополнительный пост без разрешения мужа. И даже если она будет поститься и испытывать голод, то ее пост не будет принят Аллахом. А если она выйдет из дома без его разрешения, то ангелы станут проклинать ее до ее возвращения или покаяния. И сказал он Аллахом, если бы я мог приказать кому-то совершить земной поклон перед кем-нибудь, то приказал бы жене поклониться мужу. Настолько велики ее обязанности перед мужем. И у жены есть много обязанностей по отношению к мужу. Из их числа то, что она должна оберегать и защищать себя от чужих глаз. И еще то, что она не должна требовать больше необходимого и отстраняться от приобретенного им запретным путем. Так и вели себя женщины из числа наших благочестивых предков. Когда мужчины выходили из дома, жена его или дочь говорили, «Остерегайся запрещенного заработка, ибо мы можем стерпеть голод и нужду, но мы не стерпим огонь ада». Раби Абин Исмаил посватала себя за Ахмада ибн Аби Аль-Хавария, но он не согласился, потому что хотел полностью отдаться поклонению. И сказал ей, «Клянусь Аллахом, женщина не интересует меня, потому что я очень занят своими делами». Она ответила, «Я занята своими делами больше, чем ты, и я делаю тебе предложение не из-за извлечений или желаний, а потому что я унаследовала от своего мужа большое богатство, и хочу, чтобы ты тратил его на своих братьев по вере, потому что она знала, что у него есть много благочестивых братьев. И чтобы таким образом я могла быть ближе ко Всевышнему Аллаху». Он сказал, «Я должен спросить разрешение у своего учителя». Когда он обратился, его учителем был Абу Сулейман Аддарани, он сказал, «Он запрещал мне жениться, говоря, что все, кто женится, изменились. А когда он услышал ее слова, сказал, «Женись на ней, ибо она одна из приближенных к Аллаху, и это слова искренне верующих в Господа своего». И я женился на ней. После нее я женился еще на трех женщинах. А она угощала меня самыми лучшими кушаниями, умощала благовониями и говорила, «Иди со своей энергией и силой к своим женам». И эту рабию в Шаме сравнивали с рабией Адавия в Аль-Басре. И из обязанностей родителей по отношению к женщине является, что они должны научить ее правилам семейной жизни. Рассказывают, что Асма, дочь Хариджи из Аль-Фазари, сказала своей дочери перед свадьбой, «Ты выходишь из гнезда, в котором выросла, в неизвестный тебе дом, к человеку, к которому ты не привыкла. Так будь же ему землей, он станет для тебя небом. Будь для него равниной, он станет для тебя опорой. Будь ему рабыней, он станет для тебя рабом. Не будь навязчивой, чтобы он не возненавидел тебя, и не отдаляйся от него, а не то он забудет тебя. Если он приближается к тебе, приблизься, а если он отдаляется, отдались. Оберегай его нос, уши и глаза, чтобы от тебя исходило только приятные запахи, чтобы от тебя слышал только хорошее и видел только красивое». Один человек сказал своей жене, я зачитаю, это очень красивое выражение, один человек сказал своей жене, «Будь снисходительна ко мне, будешь долго наслаждаться моей привязанностью, и не разговаривай во время вспышек моего гнева, и никогда не стучи по мне, как ты стучишь по бубну, ведь ты не знаешь неизвестное, не жалуйся много, иначе любовь покинет сердце, и оно отвернется от тебя, ведь сердца очень изменчивы, ибо я видел, что как только любовь и обида встречаются в одном сердце, так сразу любовь уходит». Дорогие сестры, довольство Всевышнего Аллаха в довольстве мужа. Так давайте же через довольство наших мужей будет доволен Всевышний Аллах нами. Ас-саламу алейкум и рахмату вае таа ва баракату. Арифуна, да, хаб, дин тирин шараб, Дуня л'уция, шу, кимат шу хараб, Хаб замана, я шу, афа тазда са, Аллах ду сат'уне, ахмад ил-умат, Мунсу кил шалил, зааип ал-агзал, Амал басашидал басра харуги, Расул асте инкар, хичб ахали, Соннат тумкани ги тет ассаху хун, Дурук оду хи шара улама азу, Амал кул хвадизе тавфиқт эй Аллах, Ахмад ил-хақа ба хурмад хабура, Ха шайхзабазу шеза бибаркат, Дазу ул ки хи хи бидру рахмата шлуб, Расла дазу киршел муршид за бақты, Мунаха ул чуру леб тавбуду гафу, Гарима нижейе рахарабаге, Гарилан амру хабура уррахман, Гарима нижейе рахарабаге, Гарима нижейе рахарабаге, Мунахата ялда тасагишу, Гарима нижейе рахарабаге, Гарима нижейе рахарабаге, Гарима нижейе рахарабаге, Гарима нижнейе рахарабаге, его тело. Он говорит, ты так дорого стоишь. Аллах тебя одарил таким дорогим. Почему, говорит, ты жалуешься? Почему нет у тебя благодарности Всевышнему Аллаху? Есть такая история, как вы, наверное, слышали, как справедливый один и мудрый правитель, он выстроил сначала людей богатых, которые жаловались на недостаток в имуществе. Потом он выставил бедных, которые жаловались на бедность. Потом он выставил инвалидов, которые жаловались на то, что у них нет каких-то органов. И сзади всех он поставил джаназа. То есть мёртвых людей. И сказал, то есть показал им, что у каждого есть ещё есть как бы смотреть куда выше, то есть смотреть на тех, кто ниже. Ивасал Николай, алейсаляту асаляма, говорил, чтобы мы в делах, касаемых ахираты, то есть в делах поклонения, в делах благого нрава, смотрели на тех, кто преуспел, чтобы стараться достигнуть их уровня. А тех людей смотреть на мирское людей, тех, которые ниже нас. И сделать щукру, воздать щукру Всевышнему Аллаху, что он одарил нас тем, что у нас есть. Вообще, Всевышний Аллах в Уране около семидесяти аятов, в семидесяти аятах Всевышний Аллах говорит о высокочтимости и ценности проявления благодарности. Говорится, что тот, кто проявляет щукру, он убережен от мук, то есть на том свете. Всевышний Аллах в Уране говорит, Аллах не подвергнет вас мучениям, если вы будете благодарны и уверуете. Сур-ан-ниса, смысл Сур-ан-ниса, аят 147. Если мы проявим щукру, то есть будем благодарны за то, что имеем, Всевышний Аллах не лишит нас тех благ, которыми нас одарил, наоборот. Всевышний Аллах это умножит, сделает еще лучше. Если мать жалуется на своих детей, пусть поблагодарит Аллаха, что Аллах дал ей детей. Есть женщины, которые не имеют детей. Если жена жалуется на своего супруга, пусть она посмотрит на тех супруги, которых не исполняют предписание Ислама, либо занимаются какими-то отвратительными большими грехами, воздаст щуку за это. Что говорит Всевышний Аллах? Всевышний Аллах в Уране говорит, клянусь моим величием, если вы будете благодарны мне, я умножу вам блага, а если вы будете неблагодарны, поистине наказание мое очень сурово. Смысл Суры, Ибрагим, аята 7. Также Всевышний Аллах благоволит тому рабу, который проявляет благодарность. Всевышний Аллах в Уране сказал, если вы будете благодарны, он будет доволен этой вашей благодарностью. То есть тем, что мы довольны, Аллах будет этим доволен, приводится. Поэтому для человека нет большего блага, радости, счастья ни на этом свете, ни на том, когда человек благодарен, и он доволен тем, что он имеет, он счастлив бывает в обоих мирах. Ахират, конечно, он свой не видит, но в этом Дуняле уже спокойствие души у него бывает. Какая бы зарплата у него ни была, в каком доме бы он ни жил, какими бы ни были отношения к нему, окружающих людей, он доволен тем, что у него есть. А ценности щукру. Какое бывает щукру? Как выражать благодарность Всевышнему Аллаху, нам расскажет Ибрагима Ватаос, тоже работник отдела женского просвещения. Она является также студенткой Института теологии и международных отношений. Перед тем, как начать, я хотела бы рассказать вам одну историю о Маал-Нас-Рудине. Наверное, все знают о нем. Один раз Маал-Нас-Рудин потерял своего осла. Ходит он по всему селению и спрашивает, кто-нибудь видел его осла? Они ему отвечают, нет, не видел. И он тогда говорит, аль-хамду лиллях. Опять он дальше ходит и спрашивает у своих соседей. Они опять отвечают ему, что не видели осла. И тогда он опять говорит, аль-хамду лиллях. И соседи удивляются, ведь у Маал-Нас-Рудина потерялся осел. А почему он говорит, аль-хамду лиллях? И они подходят к нему и спрашивают, о Маал-Нас-Рудин, почему ты говоришь, аль-хамду лиллях, ведь у тебя потерялся осел? И тогда Маал-Нас-Рудин говорит, аль-хамду лиллях, что меня не было на этом осле, а то я тоже вместе с ним потерялся бы. Вот видите, им даже на это говорил Манг Насурдин, а как же мы должны благодарить Всевышнего Аллаха, когда Всевышний Аллах одарил нас такими многочисленными благами, которые окружают нас. Ведь, как говорится, если же мы будем благодарить Всевышнего Аллаха о всех этих благах, то Всевышний Аллах не только их заберет у нас, Он их приумножит. И также наши блага, которые нас окружают, они бывают двух видов. Это блага персональные и общие. Общие блага – это солнце, это воздух, это одежда, это еда, которая всегда с нами бывает. Но как говорил имам Газали, он говорил, что есть некоторые люди, которые эти блага тоже не считают за блага. А персональные блага, которые бывают, это хорошая машина, это хорошая должность, это большой дом. И опять же наши люди забываются, что это все дано Всевышним Аллахом. Опять же они говорят, это было заработано нами, что это мы своими силами, своей работой все это заслужили. Но как мы знаем, что все, что мы здесь заработали, как говорим мы сами, это дано Всевышним Аллахом. И Всевышний Аллах нас тоже, Всевышний Аллах таким образом нам дает и смотрит, что же мы будем этим делать. Мы будем держать его для себя или же так же будем расходовать его на пути Всевышнего Аллаха. Но мы должны, самым большим благом, которое нам дано Всевышним Аллахом, это религия, это ислам, который дан нам Всевышним Аллахом, который не спасло нам с нашим просланником Аллаха Мухаммадом, саллаху али вассалям. Есть одна история, в которой говорится, что один старый человек, он лежал при смерти и лежал в пустыне под солнцем. И говорил слова «Альхамду лиллях». И мимо проходящий человек очень удивился, ведь этот человек лежал при смерти, он был болен и не мог встать. И тогда он спрашивает его, за что ты благодаришь Всевышнего Аллаха. И тогда этот старый человек говорит «Я благодарю Всевышнего Аллаха за то, что у меня есть религия в сердце, за то, что я могу сказать «Альхамду лиллях», за это я благодарю». И мы из этого видим, что иман и ислам содержат в себе все блага, которые находятся на этом мире. Это лучше, чем все, что нас окружает. И об этом тоже говорят хадисы. В одном из хадисов говорится, что полноценный намаз, двухракатный, совершенный мусульманинам, лучше, чем все, что находится на этом земле. И также пророк Мухаммад саллаху али вассалям говорил, что однократное произнесение слов «Субханаллахи, валхамду лилляхи, валя илляхи, валя илляху, валя илляху, акбар», что это лучше, чем все, что касается лучи солнца на этой земле. И из этого мы видим, что ислам это лучше, и мы должны благодарить Всевышнего Аллаха за все, что он нам дал на этой земле. Но опять мы забываемся, что нужно благодарить. Опять же люди начинают забывать о Всевышнем Аллахе и тянутся к Смирскому. Но также знаете, сестры, что этот мир, это мир шайтана, что шайтан заблуждает нас, и мы должны больше поминать Всевышнего Аллаха. Также Всевышний Аллах одарил нас самым лучшим, это органами, которыми мы видим, это глаза, уши, это язык. И также Всевышний Аллах в Коране говорит, смысл этого аята, «Аллах наделил вас ушами для слуха, глазами для созерцания и сердцами, дай Бог, чтобы вы были благодарны Ему». Это Сура Ан-Ниса, 178 аят. Но также возникает вопрос, как же благодарить Всевышнего Аллаха, как мы должны правильно Его благодарить. Ведь говорить слова «Аль-Хамду-Ллях» это не хватает. Нужно что-то другое тоже делать. И самым лучшим является это благодарить Его сердце. Как же благодарить сердцем? Это проявлять покорность Всевышнему Аллаху. Если же Всевышний Аллах нам дал чуть-чуть, небольшой кусок хлеба, должен быть благодарный этому. Если же дал один стакан воды, тот должен быть благодарный этому и говорить Всевышнему Аллаху «Аль-Хамду-Ллях», за то, что у нас есть хотя бы это. И также самым лучшим, и третьим, это самая высокая степень благодарности, это изучение, для чего Всевышний Аллах создал каждое благо. Как, например, язык, язык создан Всевышним Аллахом для того, чтобы мы упоминали Всевышнего Аллаха. И мы должны именно для этого Его и использовать, а не для чего-либо другого. Но также самое главное, это если же мы забываем благодарить Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах в Коране говорит смысл аята, если вы будете неблагодарны, то знайте, наказание мое будет очень сильным. Это Сура Аль-Ибрагим, седьмой аят. И самое главное, дорогие сестры, не забывайте благодарить Всевышнего Аллаха, хотя бы словами «Аль-Хамду-Ллях». Это поможет нам Аллах, чтобы мы были благодарны Всевышнему Аллаху, и чтобы Всевышний Аллах был доволен нами. Так мы знаем, что довольство Всевышнего Аллаха – это рай. И дай Аллах нам постичь этот рай тоже. Аль-Хамду-Ллях, Раблях. Аль-Хамду-Ллях, Раблях. Аль-Хамду-Ллях. 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 Аль-Хамду-Lлях.